Всем привет, друзья! С вами снова я, Дима2ДКуб, и очередной выпуск свежих новостей музыкального оборудования от MusicMagTV. Ноябрьские затишья в среде производителей музыкального оборудования продолжаются, друзья. Однако на этой неделе у нас тоже есть кое-что новенькое. Ну, меньше слов, больше дела. Давайте смотреть. Начнем с очередной новости от Ули Беринджера, который на днях сообщил о том, что анонсированный летом клон легендарной драм-машины Roland TR-909 проходит последнее тестовое испытание и поступит в продажу уже в январе грядущего года. Цена машинки, как и предполагалось, будет весьма и восьма демократичной и составит всего 300 баксов. Беринджеровская версия девайса, кстати, получит и новые возможности, которых в оригинальной TR-909 не было, а именно возможность модуляции аналогового фильтра и вейв-дизайнера с помощью секвенсора. Следующая новость от небольшой инди-компании Intech Studio, запустившей краудфандинговый проект по сбору средств на производство довольно необычных модульных миди-контроллеров GRID, о которых мы вам рассказывали весной текущего года на выставке Superbooth. Необычность этих девайсов заключается в возможности самостоятельного сбора вашего собственного контроллера мечты из небольших модулей, представленных разработчиками. Каждый из таких модулей, в принципе, может работать и отдельно. Девайсы при этом крепятся друг к другу с помощью небольших магнитов, но крепить их можно прямо на лету во время выступления. Стоимость одного такого модуля составляет 100 баксов, но ссылку на подробности вы, как всегда, найдете в описании к новостям. Далее кое-что от Rolli, также занимающейся созданием модульных контроллеров. Новиночка называется Songmaker Kit Garage Band Edition и включает три уже знакомых нам контроллера. Это Seaboard Block, Lightpad Block и Loop Block, адаптированные специально под работу в Garage Band. Адаптация включает возможность управления секвенсором и специализированные наборы тембров для управления с MPE-клавиатурой. Стоит набор 600 баксов, купить его можно уже сейчас. Следующая новинка под названием Sonic Bar, анонсированная на днях японской компанией Sequence, производящая клавишные стойки, это настоящее воплощение мечт сценических клавишников, то есть специализированный комбик с креплением, собственно говоря, к клавишной стойке. Девайс оснащен двумя серио-входами для подключения двух синтов и может быть закреплен к стойке как фронтально, так и лицом к толпе, так сказать, заменяя акустические системы в случае необходимости. Для полноценных концертов на лоне природы здесь, ну, разве что встроенного аккумулятора не хватает. Штуковина должна поступить в продажу в декабре текущего года, и обойдется она в 400 баксов. Перейдем к рубрике «Сделай сам», героем которой сегодня стал некий Лео с YouTube-канала Leo Makes, собравший необычный самодельный плейтреверп из обычного 50-долларового металлического стола от Икеа, трансформатора и двух пьезодатчиков. Общая стоимость набора при этом составила 100 баксов. С учетом, что икеевский стол можно и вовсе заменить на любой металлический лист железа, ну а на компонентах сэкономить, купив их на блохе, стоимость уникального реверба можно и вовсе сократить, эдак, ну, до 1000 рублей, например. А это что? Айрон сотен. Не понял. Железный занавес. Самое интересное, что управлять тембром и временем отражений у такого ревербератора можно самым что ни на есть аналоговым способом. Хотите демпфировать сигнал, просто кладете на металлический лист тряпку или полотенце. Хотите дополнительные призвуки, рассыпайте по столу гвозди, ну и так далее. В общем, штука полезная и занятная, так что дерзайте. Если кто-то соберет, не забудьте прикрепить видео-демонстрацию вашего изделия к комментариям в этом ролике. Ну и немного софтовых новостей, самой яркой из которых на этой неделе является новость о выходе в свет юбилейной 10-й версии легендарного Cubase. Что здесь нового, спросите вы? Ну, собственно, если кратко, то нововведений здесь довольно много. Но все они так или иначе сводятся к косметическим доработкам, улучшению качества звука и производительности, и некоторым новым возможностям, облегчающим процесс работы. Например, в 10-ке будет куда проще создавать цепочки сайдчейна, редактировать вокал и подгонять тайминг дабл-треков. Наконец-то здесь появилась возможность добавлять плагины простым перетаскиванием из браузера, обновился внешний вид ченнел-стрипа, появилась поддержка новомодного MPE, монитор задержки сигнала, несколько новых плагинов и так далее. Стоимость новой версии DAW при этом, как всегда, будет варьироваться в зависимости от ее типа. Для версии Elements это 99 евро, Artist 309 евро и Pro 559 евро. Подробнее ознакомиться со всеми новшествами кубика можно на официальном сайте компании. Ссылочка на него, разумеется, есть в описании к новостям. Ну и, наконец, небольшой подарочек для всех любителей качественного бесплатного софта. Вот такой вот стомп-дилей от Adam Monroe, оснащенный встроенными фильтрами и модулятором панорамы. Примеры использования этого плагина и ссылочку для его скачивания вы, как обычно, найдете в описании. Напоследок, небольшая порция безумия в наши серые ноябрьские будни, предоставленная нам британским музыкальным коллективом Kyle F. Из 80-х, известным в узких кругах в качестве пионеров так называемого стадионного хаоса. Эти почтенные господа под старость лет решили провернуть грандиознейший арт-перформанс, построив настоящую пирамиду из праха. Да-да, праха. Мертвых фанатов. Сообщается, что пирамида будет строиться постепенно, по мере, так сказать, умирания персонажей, пожелавших поучаствовать в этом спектакле. И в итоговом виде она будет состоять из 34 с лишним тысяч кирпичей, заполненных прахом. Высота конструкции при этом составит 7 метров. Так что, если хотите после смерти оказаться в одном из этих кирпичей, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь в программе за 100 евро и ждите, собственно, конца, так сказать. По факту умирания, вами займутся профессионалы из календар-календар-коти-энд-драмом, которые сами сделают с вашим бренным телом все необходимое. Довольно эпично, не так ли? Ну и, друзья, прежде чем закончить сегодняшний выпуск, я приглашаю вас на вторую юбилейную ночную тусовку Синтезариум Найтс, на которой вы можете встретиться со мной, с Михаилом Емельяновым, нашим оператором, с мастером питерского синтезариума Сириусом Си, с мастером московского синтезариума Ксандром Васильевым и с мастерами других железных синтезаторных дел из Норвегии, написанными вот здесь. Проходить все это будет 14 декабря в клубе Мозаика, до встречи на танцполе, жду всех. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки и ждать следующего выпуска новостей. На связи, друзья, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова